Максимальные 100 баллов по единому государственному экзамену получили сразу 7 школьников 10 лицея. Трое из этих ребят выбрали русский язык, остальные – математику, физику и химию. Кстати, именно к ЕГЭ по химии Дарья Учкина готовилась целых два года. Подготовка к ЕГЭ у меня заняла два года. Я начала заниматься в 10 классе. Я занималась с репетитором. Мы прорешивали довольно много вариантов. Я занималась с девочками, с одноклассницами. Нам давали очень много теоретического материала. То есть это конспекты, это решение заданий и, конечно, самостоятельная подготовка. Дарья отмечает, что химия – очень красивая наука. Формулы, реакции – все это в какой-то степени напоминает магию. Дальнейшим девушка мечтает связать свою жизнь именно с этой наукой. Никита, Денис и Анна набрали наивысший балл по русскому языку. В высоких результатах они благодарят своих учителей. Ребята отмечают, что те задания, которые давали им педагоги, были намного сложнее, чем на ЕГЭ. И это им, безусловно, помогло на экзамене. Я готовился в школе с нашим педагогом. Она очень ответственно к этому делу подходила, готовила, складывала свои силы, трудилась, работала с нами. Я хочу поблагодарить мою учительницу русского языка, Ратову Оксану Валерьевну. Она нам всегда давала сложные задания, и я думаю, что это тоже сыграло свою роль в таком хорошем результате. Я бы хотела поблагодарить свою первую учительницу, Булавинцеву Ирину Петровну. Также хотела поблагодарить своего учителя, Татьяну Владимировну, и учительницу Ирину Петровну Переменникову. Кирилл Наты с математикой, выпускник, планирует поступать в Московский физико-технический институт. Помимо этого предмета, ему нравятся такие науки, как физика, химия и информатика. Математика наиболее абстрактная наука, наиболее точная. Для меня она наиболее интересная. Ирина Стрельникова, учитель по математике, рассказала, что они начали подготовку к ЕГЭ еще в начале 10 класса. Еженедельно решали варианты, решали варианты, которые дети прорешивали, проверяли. Два года группа была дополнительных занятий. Иван стал одним из немногих учеников, которые выбрали физику. Помимо школьной подготовки, юноша ездил на различные курсы. Он ожидал хорошего результата по итогам экзамена. Так и произошло. Курсы подготовки от МФТИ и на курсы олимпиадной физики тоже. Ну и, соответственно, сам дома тесты решал. Я знал то, что сдам хорошо, но у меня уже была олимпиада, я призер физтеха. И у меня были гарантированы 100 баллов в УЗ, если я хорошо сдам. Поэтому я не особо волновался. У всех этих ребят, несомненно, большое будущее, считают педагоги. Эти дети – гордость школы. Почти все закончили 11 классов с отличием. Теперь у них впереди взрослая жизнь, новые победы и свершения. Мила Тарасевич, Евгений Муравлев, телекомпания «Одинцова».